Настя, а ты веришь, что русалки существуют? Ну, я не знаю, может быть, они жили в эпоху динозавров, но сейчас, в наше время, навряд ли они существуют. Мне приснился какой-то странный сон. Людям часто снятся разные сны, это нормально, могут присниться кошмары или какие-нибудь добрые сны. Я вот, например, часто во сне летаю и иногда захожу в лифт, а он вдруг падает. Нет, нет, ты не понимаешь, этот сон, он как будто бы... Этот сон, он как будто бы был реальным, настоящим, понимаешь? Но расскажи мне свой сон. Иногда сны рассказывают о будущем. О будущем? Да, есть такие люди, ясновидящие, они видят будущее, прошлое, ну, или какое-то там настоящее, например, я не знаю. Для этого они, ну, они могут видеть это во сне или когда они проводят какой-то спиритический сеанс с разными какими-то мистическими артефактами, я не знаю. По-моему, таких людей называют экстрасенсами. И ты правда веришь, что это на самом деле существует, что это за правду все? Пойдем, я тебе кое-что покажу. Пойдем. Сейчас я найду тебе... У меня есть видео. Моя мама однажды ходила к экстрасенсу и записала сеанс на видео. Вот, посмотри, эти люди видят призраков и будущее. Ты что, думаешь, что я экстрасенс? Не знаю, но это можно проверить. Ты серьезно? Вполне серьезно, а что здесь такого? Ну как? И я надеюсь, что это не опасно? Нет, ничего не бойся, ничего тут страшного нет. Ну, хорошо, давай попробуем. Я сейчас все приготовлю и тебя позову. Я думаю, что ручку достаточно легко разгадать. И если она действительно экстрасенс, она ее увидит. Ириша, у меня все готово, можешь заходить. Хорошо, я иду. Ну и что мне надо делать? Здесь все просто. В этой коробке я спрятала предмет. Попробую направить свою силу и увидеть, что находится внутри этой коробки. Но как? Я не знаю, как это можно увидеть. Что нужно делать? Ну ты просто сосредоточься на этом предмете и говори то, что чувствуешь, то, что видишь, то, что, я не знаю, то, что тебе кажется. Любые образы, которые приходят в твою голову в момент того, как ты хочешь узнать, что в этой коробке. Говори вслух. Возможно, ты будешь близка к тому, что лежит там. Ну хорошо, я постараюсь, я попробую. Субтитры сделал DimaTorzok Ирина, ну ты как? Говори, говори, не молчи, говори все, что ты видишь. Ничего не получается, я ничего не вижу. Вижу только черное, что-то просто черное. Но попробуй еще, не спеши. Может, получится. Сосредоточься сильно-сильно, направь всю свою энергию в эту коробку и увидь. Там достаточно простой предмет. Хорошо, я попробую еще раз. Мне кажется, я понимаю, что ты делаешь. Ирина, Ирина, ты как себя чувствуешь? Ирина, 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 что с тобой? Эй, 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 Ириш, Ириш, с тобой все нормально. Ирина, Ирина, что с тобой? Черт! Ирина! Ирина, 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 ирина! Настя, доктор, доктор, ну как она? Наверное, был небольшой скачок давления, но сейчас ей ничего не угрожает. Я написал небольшую рекомендацию по уходу за больную. Настя, возьмите. Спасибо, доктор. Пойдемте, я вас провожу. Больному необходим покой. Это очень важно. Хорошо, доктор, я все поняла. Мы обязательно будем следить за ее состоянием здоровья. И если что, мы вам наберем. Всего хорошего. До свидания. Настя. Ручка. Ручка. Настя. Настя. Ирина, хорошо, что ты пришла в себя. Ну как ты себя чувствуешь? Все нормально? Настя, кто это был? Это был доктор. Тебе стало плохо, у тебя из носа пошла кровь и мне пришлось вызвать врача. У него на руке была черная метка. Черная. Да не знаю, я как-то не заметила. По-моему, какая-то татуировка. Этот человек был из моего сна. Я постоянно смотрела на тебя и переживала за твое состояние из того самого сна. Я узнала его. Ты уверена, что это действительно он? Да, я точно запомнила этот знак. Он везде, повсюду, в моих снах. Ручка. Там внутри коробки у тебя была ручка. И я рисовала этот знак. А ты сможешь нарисовать то, что ты видела? Да, наверное. Принеси мне листок и ручку. Да, конечно, я сейчас принесу. Ирина. Ирина, Ирина, остановись. У тебя кровь. Ирина, тебе нужно отдохнуть. Остановись же. Ребята, давайте наберем под этим видео тысячу лайков. Подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Ваша королева нести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Иришка, вот на, выпей чай с мятой. Тебе должно быть полегче. Мята успокаивает. Спасибо, но мне уже намного лучше. Только чуточку страшно. Это все из-за этого доктора с черной меткой? Да, но не только. Я увидела, что ты положила в коробку. Да, ты права. В этой коробочке была спрятана ручка. Ты угадала. Но это не все. Я увидела... Я увидела этого мужчину. Этот знак. И то, что я рисую этот знак. Я все это увидела. Я не знаю, как это объяснить. Ну, что я могу сказать. Поздравляю тебя. Сто процентов. У тебя дар. Ясновидение. Это неплохо. Подожди. Отвечу на звонок. Алло. Алло. Вас плохо слышно? Да что? Алло. Алло. Вас не слышно? Алло. Ирина. Ирина, что с тобой? Ирина. Ирина, что с тобой? У тебя опять видение? Успокойся. Подожди. У тебя опять течет носом кровь. Я сейчас быстро схожу за салфеткой и вернусь. Так. Где-то здесь у меня была салфетка. А, вот. Кто здесь? Настя, что случилось? Здесь кто-то есть? Настя, кто это стучит? Настя, ответь. Ирина, не переживай. Все нормально. Я сейчас приду. Странно. Никого. Но я точно слышала, что кто-то стучал в окно. Что это? Что это? Не может быть. Снова этот знак. Нужно узнать, что он означает. Вот, держи салфетку. Дай я тебе вытру. Вот, так гораздо лучше. Что там случилось? Я слышала какой-то шум. Это был он? Доктор, да? Это был он? Ты знаешь, на окне я увидела след. Там, на кухне. В виде того знака, который ты вчера рисовала. Ну, треугольник и внутри глаз. У тебя есть какие-то догадки по поводу того, кто это мог бы сделать? Я не знаю, кто. Я так устала. Мне тяжело двигаться. Я не знаю, кто. Я не знаю, чего он хочет от меня. Слушай, у меня есть идея. Давай попробуем поискать что-нибудь про этот знак в интернете. Ну, на каких-нибудь сайтах, с каких-нибудь, как они называются, оккультические знаки. Ну, что-то наподобие. Ну, наберем просто глаз в треугольнике. А вдруг что-то есть? Да, я тоже как раз об этом подумала. Стоит взглянуть в интернете про этот... про этот знак. Давай попробуем. Всевидящее око или лучезарная дельта. Масонский символ, символизирующий великого архитектора Вселенной, наблюдающего за трудами вольных каменщиков. Изображается, как глаз, вписанный в треугольник. Открытый глаз символизирует сокрытую истину, призывает к мудрости и обращает к совести. Он символизирует собой первопричину всего сущего, олицетворяет собой совершенное добро и победу над злом. Значит, человек, который является носителем этой метки, хороший и добрый, и он не хочет причинить мне зла? Да. Или он просто доктор, который себе сделал такую татуировку, потому что он считает себя добром и спасает всех от зла. А может же быть такое? Не обязательно, что он какой-то сектант там, я не знаю. Да уж, а я думала, что он плохой. Ну вот, нам надо было сразу прочитать все это на сайте в интернете. Ну а сейчас, я думаю, что тебе необходим свежий воздух, так что давай одевайся и пойдем на прогулку. Да, Настя, очень хочется на свежий воздух, и я не прочь прогуляться, мне гораздо лучше. Ириш, смотри, как на улице классно! А помнишь, как мы с тобой построили этот дом? Дом на дереве. Невероятно здорово! Здесь так классно! Знаешь, как-то непривычно ощущать себя какой-то не такой, не такой, как все. Успокойся, все ты нормальная и обычная, просто у тебя дар. Я не знаю, ты должна гордиться этим. Когда моя мама смотрела мне в глаза, она всегда говорила, что глаза обладают символом какого-то мистического или другого измерения. Она говорила, что глаза – это окна в душу. Ну-ка, дай-ка я загляну в твою душу, через твои глаза. Ну, перестань, я же не шучу. Может быть, на самом деле она знала, что у меня такой дар. Все возможно. Возможно, твоя мама сама была носителем этого дара, и когда она родила тебя, она передала тебе этот дар. Я не понимаю, откуда ты все это знаешь? Откуда ты все это берешь? О, откуда я все это знаю? Ириш, я обожаю фильмы мистические про переселение душ, про вызовы духов, там, спиритические сеансы и прочее, прочее, прочее. Просто это так увлекательно, и эта загадка так манит меня, что мне интересно смотреть каждый раз, как люди могут общаться с духами, и существуют ли они на самом деле. И правда. Настя, только подумать, что где-то есть какой-то другой мир, в котором живут другие люди, другое измерение, вообще все другое. Это так необычно. Я не знаю. Может, где-то и есть этот другой мир. Может быть, там даже есть другая я. Интересно было бы посмотреть. Наверное, нам нужно с тобой как-нибудь провести какой-нибудь спиритический сеанс. Я подгляжу в интернете что-нибудь интересное и подходящее. А вдруг у нас получится? Что с тобой? Опять что-то увидела? У тебя виденье... А! Да нет, ничего. Просто... Просто у меня было виденье. Но как ты упадешь? Ладно, давай руку, не обижайся. Давай. Что ты смеешься? Давай. Давай руку. Пауков! Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях то, что вы хотите. Я вас очень люблю. Всегда ваша королева мистики. Пока! О! Ну привет, волшебница! Как у тебя сегодня дела? Ты все шучишь? Я всю ночь просидела в поисках причины своих суперспособностей. Я пыталась найти хоть что-то, что помогло бы мне объяснить, как все это происходит и почему именно я во всем этом замешана. Ну и так, успехи. Нашла то, что искала? Нет, но я нашла кое-что интересное в маминых вещах. О! Это интригует! А я могу посмотреть? Да, конечно. Давай, раздевайся, проходи, и я тебе покажу. О! Чаек! Так, ну и где то, что ты нашла? А, ну да, сейчас принесу. Что это было? Или мне показалось? Ирина, ну ты скоро? У тебя там все нормально? Да, я уже иду. Вот, эту книгу я нашла в маминых вещах. Ну-ка, дай-ка посмотрю. Я сначала подумала, что это мамин школьный дневник. Но когда я заглянула, я просто была в шоке. Интересно. Офигеть! Да это же гримуар! Чего? Какой еще гри... Гримуар – это книга, описывающая магические процедуры и заклинания для вызова духов или демонов. А также в этих книгах очень часто находятся колдовские заклинания. Ты это серьезно? Конечно, да. Я же тебе говорила, что я достаточно давно и сильно интересуюсь магией и мистикой. Собственно говоря, поэтому я и начала с тобой общаться. Но все это стало происходить со мной совсем недавно. Ну, это ты так думаешь. Я помню один момент, когда я позвала тебя в школьную столовую для того, чтобы пообедать. А ты сказала, что сегодня лучше туда не ходить. Смутно, но кажется, что-то такое я припоминаю. А вот я прекрасно помню. На следующий день половина школы валялись в больнице и чуть кони не двинули. Они отравились в школьной столовой. Ты что, правда считаешь, что я знала про это? Ну, думаю, что да. Просто на тот момент к тебе еще не пришло осознание того, что ты действительно можешь видеть будущее. А если еще учесть то, что в школе частенько у тебя из носа шла кровь, то можно предположить то, что в этот момент внутри тебя просыпался твой дар. Нет, это просто невероятно. Этого просто не может быть. Да, подруга, мистика, колдовство, ведьмы – это что-то невероятное. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ирина! Ирина! Ирина, говори сразу, что ты видишь. Настя, прямо сейчас сюда зайдет демон. Какой? Как она выглядит? Его лицо обезображено и... По-моему, эта женщина, она чем-то напоминает мне монахиню. Не может быть. Это волак. Нам нужно немедленно уходить отсюда. Мы не успели. КОНЕЦ 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 О, ну привет, волшебница. Как у тебя сегодня дела? Ты все шучишь? Я всю ночь просидела в поисках причины своих суперспособностей. Я пыталась найти хоть что-то, что помогло бы мне объяснить, как все это происходит и почему именно я во всем этом замешана. Ну и как успехи? Нашла то, что искала? Нет, но я нашла кое-что интересное в маминых вещах. О, это интригует. А я могу посмотреть? Да, конечно. Давай, раздевайся, проходи, я тебе покажу. О, чаек. Так, ну и где то, что ты нашла? А, ну да, сейчас принесу. Что это было? Или мне показалось? Ирина, ну ты скоро? У тебя там все нормально? Да, я уже иду. Вот, эту книгу я нашла в маминых вещах. Ну-ка, дай-ка посмотрю. Я сначала подумала, что это мамин школьный дневник. Но когда я заглянула, я просто была в шоке. Интересно. Офигеть! Да это же гримуар! Чего? Какой еще грим... Гримуар – это книга, описывающая магические процедуры и заклинания для вызова духов или демонов. А также в этих книгах очень часто находятся колдовские заклинания. Ты это серьезно? Конечно, да. Я же тебе говорила, что я достаточно давно и сильно интересуюсь магией и мистикой. Собственно говоря, поэтому я и начала с тобой общаться. Но все это стало происходить со мной совсем недавно. Ну, это ты так думаешь. Я помню один момент, когда я позвала тебя в школьную столовую для того, чтобы пообедать. А ты сказала, что сегодня лучше туда не ходить. Смутно, но кажется, что-то такое я припоминаю. А вот я прекрасно помню. На следующий день половина школы валялись в больнице и чуть кони не двинули. Они отравились в школьной столовой. Ты что, правда считаешь, что я знала про это? Ну, думаю, что да. Просто на тот момент к тебе еще не пришло осознание того, что ты действительно можешь видеть будущее. А если еще учесть то, что в школе частенько у тебя из носа шла кровь, то можно предположить то, что в этот момент внутри тебя просыпался твой дар. Нет, это просто невероятно. Этого просто не может быть. Да, подруга, мистика, колдовство, ведьмы – это что-то невероятное. Нет. Нет. Субтитры сделал DimaTorzok Ирина! Ирина, говори сразу, что ты видишь! Настя! Прямо сейчас сюда зайдет демон! Какой? Как она выглядит? Его лицо обезображено и... По-моему, это женщина. Она чем-то напоминает мне монахиню. Не может быть! Это волак! Нам нужно немедленно уходить отсюда! Мы не успели! КОНЕЦ! 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 Ой, умирайтесь! Не трогайте меня! Что это за черт возьми было, Ирина? Ну ты же сама сказала, что это волак. Я спросила, не кто это был. Я спросила, что это было с твоими глазами. Я не знаю. Я так испугалась. Глаза будто загорелись огнем. Я не могла это контролировать. Они не будто загорелись. А они горели, черт возьми. Они пускали лучи, будто из бластера, как в Звездных Войнах. Ты думаешь, это плохо? Ну я не знаю. Ну, может быть, врачу показаться. Просто я с таким не сталкивалась. Но ты же говорила, что все знаешь про мистику и про колдовство. Все? Да не все. Скорее всего, все, что нам нужно знать, написано в твоей книге. Давай ее сюда. Вот. Но вряд ли ты поймешь, что там написано. Там же нет ничего на русском. Хорошо, пойдем. Сейчас 21 век. И если у тебя более или менее крутой телефон, то можно скачать приложение, которое всего лишь по одному фото переведет эти каракули. Ты серьезно? Хоть бы там были ответы на все мои вопросы. Сейчас посмотрим. Боже, какие страшные существа. Даже не верится, что они на самом деле существуют. Хорошо, разберемся с первой страницы. Сейчас посмотрим. Так, нужно сделать фото. 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 Да, ты права, но у меня есть кое-что как раз на такой случай. Подожди меня пару минут, я сейчас приду. Только не оставляй меня одну надолго, хорошо? Не бойся, с одним демоном мы уже разобрались, значит и с другими справишься. И я в этом не совсем уверена. Так, где-то здесь... Блин, я точно помню, он всегда со мной. А, бабушка. Ты-то мне и нужен. Та-дам! А вот и палочка-выручалочка. Что это? Это ультрафиолетовый фонарик. Им проверяют водяные знаки на купюрах, чтобы выявить фальшивые деньги. Но как этот фонарик поможет нам? Мы же не деньги собираемся смотреть, проверять их на то, фальшивые они или нет. Все просто. Сейчас нам нужно выключить свет, сделать гораздо темнее в комнате и включить этот фонарик. Он должен нам показать. Если тут что-то спрятано, мы это увидим. Ну, хорошо. Я надеюсь, что у тебя получится. Для начала зашторим штору. И выключим свет. Думаю, достаточно. Закроем дверь. Ну что, я готова. Давай посмотрим, что спрятано в этой книге. Включаем. Так, кажется, тут что-то есть. А вот и знак. Кстати, тот же самый, который ты видела на руке у доктора. Ну и тот знак, который ты рисовала. Да уж, это точно. Слушай, а может быть, тот врач, ну, доктор, сможет нам как-то помочь рассказать про то, что со мной происходит, про этот знак, в конце концов, про мои способности и то, что я вижу будущее. Может быть, обратимся к нему за помощью? Отличная идея. Нужно позвонить в скорую помощь и узнать фамилию врача, который дежурил вчера и выезжал по твоему адресу. А что мы им скажем? Ну, я не знаю, скажем, что симптомы повторились, что не могли бы вы нам помочь, вы ведь давали клятву Гиппократа. Думаешь, они не откажут нам помочь? Ну, я не знаю, но это, по крайней мере, лучше, чем ничего не предпринимать. Ты права, надо звонить. Здравствуйте, скорая. Что у вас случилось? Алло, здравствуйте. Вы не могли бы нам помочь? Да, я слушаю вас. Говорите. Вчера по адресу Круглова, 15, 29, был вызов. И доктор, что приезжал, очень нам помог. Не могли бы вы как-нибудь сделать так, чтобы мы связались с этим доктором? К сожалению, мы потеряли его визитку, но он предлагал нам свою помощь, если вдруг симптомы у нашей больной повторятся. Извините, но в базе данных не зафиксировано таких вызовов, а это значит, что к вам никто не мог приезжать. Не может быть! Этого не может быть! Но я звонила, и врачи, и карета скорой помощи... Как же так? Девушка, вы пьяны? Сейчас же положите трубку, или я донесу о ложном звонке. О боже, нет, извините. Спасибо вам. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Что случилось? Ты не подашь мне воды? Да, конечно. Сейчас, подожди. Держи. Настя, ну что они сказали? Что сказали в скорой помощи? Они дали тебе контакты того доктора? Они сказали, что вчера никаких вызовов не было по этому адресу и даже на твою фамилию. Никакие врачи не приезжали. Что? Что за бред? Он же был тут! Ты же звонила! И скорая помощь! Ирина, мне кажется, что ты была права. Этот доктор не совсем доктор. Скорее всего, он тоже как-то связан с твоим даром и с этим знаком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто ты? Что тебе нужно? Не смейте трогать меня! Не трогайте меня! Кто вы такой? Убирайтесь! Не трогайте меня! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Настя, он вообще живой? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пульс вроде бы есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok